Здравия желаю Леонова Бранса, рядовые ветераны маршала. На связи с штабом Крылова спецназа, смена связиста, он создатель. Мы продолжаем заполнять журнал отчета по делу бесконечного лета, хорошей концовки с Семеном. Остановились мы на том, что у нас началась трудотерапия, и мы выбрали помочь светилам советской кибернетики разобраться с роботом, построить робота. Может быть и не таких уж гигантских. Конечно, решился я не сразу. Действительно, какой смысл лишний раз пересекаться со странноватыми любителями научной фантастики периода начала середины двадцатого века? Начало середины, да. Но вдруг от них получится что-то узнать. Скорее всего середина конца. Ладно. Хотя можно что-то попробовать. Стоя на пороге клуба, я несколько займялся, но отбросив в сторону усопнений, открыл дверь и вошел внутрь. Электроника и Шурик согнулись над столом и что-то пристально рассматривали. Привет, кибернетики. Как жизнь? Я постарался быть максимально дружелюбным. Привет. А мы тебя ждали. Я и не сомневался. И правда, электроника ведь знал все события вперед-наперед. Ну и что вам нужно? А можешь робота доделать? Каким образом? Я же подобными вещах не силен. А мы сейчас все покажем, расскажем. Не умеешь, научим, не хочешь. Заставим. Радостно закончил Шурик и электроник. Это, конечно, все замечательно, ребята, но с вами-то вот я с вами вот о чем хотел поговорить. У меня тут мысль родилась, и думаю, как раз по вашему адресу. Что за мысль? Спросил он недоверчиво. Как вы думаете, возможно ли путешествие во времени? Что это ты вдруг о таком задумался? Электроник как-то неожиданно стал серьезным. Да нет, просто. Я вчера книжку взял в библиотеке «Машина времени волоса». Читали, наверное. Ну вот, собственно, и заинтересовался. А, решил разгонять в будущее и посмотреть, как там? Да нет, меня больше интересует путешествие в прошлое. Это почему? Не знаю даже. Просто. Ну, об этом вы что думаете? Общая теория относительности допускает существование червоточин, то есть туннелей в пространстве. Но ты все равно этого не поймешь. Скорее всего, не пойму. Да и при любой гипотезе мы сталкиваемся с целым рядом парадоксов. Например, если ты вернешься в прошлое и убьешь себя, то получается, что ты из настоящего уже не можешь существовать. Эээ, наверное. Короче, это слишком антинаучно. Ясно. Но если это было бы возможно. Я имею в виду, для того, чтобы оказаться в прошлом, нужна какая-то машина, устройство, установка? Или достаточно просто заснуть и проснуться уже в другом времени или в другом месте? Могу тебе сказать, что наука уже не дошла до той стадии развития, при которой возможен ответ на этот вопрос. Прямо с ручки журнала «Техника молодежи». Наверное, у меня на антресоле завалялся пара номеров. Ясно. Похоже, прийти сюда было плохой идеей. Однако, если предположить, что известные нам законы физики неверны, или наоборот, законы верны, но мы не все о них знаем, тогда такой вариант возможен. Так. И кто-то, например, раса более разумный, чем люди, обладает превосходящими знаниями о природе бытия. Так. Они могут создать машину времени или каким-то другим способом путешествовать сквозь время. Так. Получается, в прошлом не закинули старшие братья по разуму? Интересная идея. Если подумать, она не лишена смысла. А как можно найти этих, о ком вы говорите, если уже оказался в прошлом? Откуда мы знаем? Они оба громко рассмеялись. Ладно, ребят, спасибо вам. Я уже собирался уходить. Подожди, а как же робот? С ним все будет хорошо, я уверен. Юные кибернетики рассуждали бы весьма логично. Но это, к сожалению, опять же никоим образом не приближало мне к разгадке моего пропава и попаданию в этот мир. Еще некоторое время, подшатавшись по лагерю, я направился на обед. Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд. Дружно в лагере Савенок пионеры шагали в основную столовую. А ведь так хотелось занять место, где бы меня никто не побеспокоил, как в прошлые разы. Просто спокойно поесть. А для этого надо прийти хотя бы не последним. Но, похоже, события здесь происходят вне зависимости от моих желаний. Столовая была битком. На входе, как почетный караул у вечного огня, стояла Ольга Дмитриевна. Ну что, Семен, как сегодня потрудился? Неплохо. Молодец, молодец. Столик еще будет. Да уж. Ладно, садись к девочкам. Она показала на столик рядом с колонной. Там уж сидели Славя, Ульяна и Лена. Неплохая компания. По крайней мере, не самая плохая. Я взял обед и подошел к ним. Не возражайте, если я присяду. Мои слова прозвучали несколько наигранно, так как садиться все равно было больше никуда. Да, конечно. Будь любезен. Лена промолчала. Сегодня обед состоялось из борща, возможно, даже с мясом это установить доподлинно не удалось. Мясо птицы, по всей видимости, курицы обыкновенной. С картошкой жареной и традиционного компота. С каждым разом еда здесь нравилась мне все больше. Наверное, я просто понял, что убирать особо не ищего. А в таком случае нечего жаловаться на то, что есть. Благо есть, что есть. Пойдешь сегодня на танцы? Не знаю. Пойдет, пойдет. Куда он денется? Радостно ставил Ульяна. Ты-то точно придешь? Конечно. Не уплывающего случая посмотреть, когда простоволосишься. Она попала в точку, поэтому я решил не отвечать. А ты? Я спросил Ульяну. Да. Ответила она коротко. Видишь, значит, тебе тоже стоит пойти. Славя словно не оставляла мне выбора. Не забудь фрак надеть. Ульяна, видимо, была так довольна своей шуткой, что громко рассмеялась. Но ей действительно нечего надеть. Весь мой гардероб состоял из пионерской формы и зимней одежды, которые даже вечером вряд ли покажутся уместны. Ты-то в чем придешь, массовик-затейник? Секрет. Платится, как на детском утреннике, небось. Ульянка покраснела от злости. Похоже, я смог ее задеть. Нет, костюмы химозащиты. Специально, чтобы от тебя не заразиться. И чем ты планируешь от меня заразиться, интересно? Ребята, хватит, не ссорьтесь. Слабоумием, конечно же. Похоже, Ульянка была очень довольна своим на ее взгляд искрометным ответом. Знаешь, если ты уже болеешь гриппом, то простудиться не получится. В эту игру могут играть двое. Да-то ты на что намекаешь? Да так, ни на что. Я хитро отвел взгляд. То есть ты хочешь сказать? Она опять покраснела. Я ничего не хочу сказать. Ребята, если в разговор вмешалась даже Лена, то значит дело начала принимать плохой оборот. Ты-то просишься. Чего? Что ты помнишь, наконец? Вместо ответа Ульянка взяла свою тарелку борща и опрокинула мне на голову. Эншпиль закончился неожиданно финалом. Эх ты, маленькая! Она вскочила из-за стола и попыталась убежать. Но в этот раз у нее ничего не вышло, я схватил ее за руку. Ну а дальше что? Не головой же ее обстал. Немая ссана продолжалась несколько секунд. Вдруг Ульянка ловко схватила компот и плеснула им не в лицо. От нежности я отпустил ее руку. Она побежала куда-то в сторону буфета, а я за ней. И результатами нашей гонки стали несколько опрокинутых столов, гора разбитой посуды, пять в разной степени покалеченных пионеров и полное изнеможение обеих сторон. Можно сказать ничья. Боевая ничья. Слишком боевая ничья. Мы стояли друг напротив друга и тяжело дышали. Больше не будешь так? А ты? Сзади к нам незаметно подошла Ольга Дмитриевна. Действительно, такой погром не мог пройти без последствий. Ну что, довольны собой? Ее голос звучало спокойно, но я был уверен, что она вот-вот готова взорваться. И кто это все должен убирать теперь? И так и произошло. Кто, я спрашиваю, кто? Он. Совершенно невозмутимо ответил Ульянка. Она. Менее уверенно возразил я. Оба. Поставила жирную точку в неуспешем начаться в споре вожатая. Вообще, я не был уверен, что моей доли вины в случившемся больше. Однако Ульянка, кажется, совсем не считалась я виноватой. Вот еще. Не буду их ничего убирать. Это он все. Он начал. Вот и нет. Вот и да. Я не собираюсь разбираться в этих глупостях. Семен наделся швабру и совочек, тряпку и так далее в кладовке. А ты? Она посмотрела на Ульянку таким взглядом, что мне стало жалко девочку. Ты? Немедленно начинай собирать разбитую посуду. Ольга Дмитриевна дышалась немного и продолжила. А у тебя одни проблемы. Сколько раз я тебе говорила. Я решил не дослушивать и пошел в кладовку, которая находилась рядом с выходом. И тут у меня родилась прекрасная мысль. А почему бы не сбежать? Конечно, Ольга Дмитриевна нас уже поймала, но я-то ни в чем не виноват. Может, конечно, образцовый пионер это не про меня, но по сравнению с Ульянкой... Ну, в любом случае, все спишет на нее. Тем более заняться мне больше нечем, как убираться тут. Надо искать ответы. Истина где-то там пронеслась у меня в голове. Так. Надо сбежать. Да. Сбежать. Решение пришло само собой. Пока Ольга Дмитриевна отсчитывал Ульянку, я пришел к выходу, благо он был рядом. Выйдя на улицу, я замешкался на пару секунд и столкнулся с электроником. Похоже, он задержался в кружке. Куда спешишь? Я? Мой шаттл вот бывает через 10 минут. Чего? Эй, подожди! Слова электроника растворились в воздухе позади меня. Я выбежал на площадь. Явно не самое удачное место, чтобы спрятаться. Минут ли сильного напряжения или усталости, я часто начинаю разговаривать сам с собой. Признаюсь, честно, я тоже немного с таким прибабахом. Не разговаривайте, скорее бы вниз себе под нос. Это помогает сосредоточиться и быстрее найти правильное решение. Куда дальше? Дальше куда? Самым удачным местом, несомненно, было бы где-то меньше людей. Соответственно, это был этот лес. Через полминуты я уже сидел на пеньке, рядом с на лесной тропинкой отдыхал. Удачно убежал-то, однако. Надеюсь, это научит Ульянку, как надо все вести. Ведь уже не ребенок. И правда, уже не ребенок. И тут я подумал, что, может быть, поступил не совсем правильно. В любом случае, немалая часть посуды на моей совести. Да и начнем с того, что можно было вообще не начинать. Я задумался. Как погодка. Передо мной стояла Славя. Как незаметно подкралась. Хорошо, что от нее хоть не Ольга Дмитриевна. Ничего. Только я смог ответить тебе. Я так и думала, что найду тебя здесь. Почему? Не знаю. Просто. Она посмотрела на небо. Здесь меньше людей. Неужели Славя считает меня социофобом? Впрочем, основания у нее есть. А ты что здесь делаешь? Тебя ищу. Она вновь улыбнулась, но это раз как-то по-другому. Приветливее, что ли. Меня? Зачем? Не догадываешься? Я уже приготовился выслушать свой адрес несколько ласковых. Понимаю, что ты виноват не меньше, чем Ульянка. Меня оправдывает помощница вожатой. От этого чувствуешь себя уже еще более жалким. Нет, ну серьезно. У нас же тут неплохой, хороший полицейский. То есть у нас же не тут неплохой, хороший полицейский. Но раз уж не стал помогать ей, ты поможешь мне. Сказав это, Славя вновь посмотрела на небо. Интересно, что она там ищет. И в чем помощь заключается? Нужно разобрать книги в библиотеке. Это куда лучше, чем каторжные работы с Ульянкой. Да и отказаться на самом деле я не могу. Весь в вашем распоряжении, мадмазаль. Или мадам? Она рассмеялась. Тогда пойдемте со мной, месье. Через несколько минут мы подошли к библиотеке. Всю дорогу я с опаской озирался по сторонам боя и встретить Ольгу Дмитриевну. Да, ребят, знакомая ситуация. Типа в школе была похожая фигня. Там изначально, когда вот я не помню уже. Короче, изначально для меня... Ну, это было где-то в девятом классе. И произошла такая ситуация, что мы готовились к ОГЭ. И у нас были дополнительные задания. Я их вначале начал пропускать. Потому что, ну блин, я уставший еще к этому ОГЭ готовиться. Ну блин, мне уроки делать нужно. Хочу отдохнуть, нормальный день я оставшись провести. Вот. Ну, потом я понял и начал как-то уже стараться. Уже каждый все дополнительные посещать. И была такая ситуация еще где-то, опять же, в девятом классе. Типа у меня были такие натянутные отношения с одноклассниками. И вот был такой момент, были такие моменты, что они меня караулили после школы. И мне приходилось как-то увертывать. Типа через соседние дворы делать крюк, там до дома добираться, что-то в этом духе. Вот. Славя, казалось, не замечала этого. И вообще весьма странно, что она не отругала меня. Конечно, продолжая аналогию, Славя уж точно полицейский добрый. Внутри библиотеку освещал яркий солнечный свет, в котором купались миллиарды пылинок. Особая библиотечная пыль, с особым запахом, который ни с чем не спутаешь. Микроскопические кусочки отоживающего свой век собраний и сочинений классиков парксизма и левининизма. Интересно, одинаково ли пахнет пыль рядом с полками художественной литературы и с книгами по физике и химии? Что-то микрофон не могу никак выпрямить. А, ну скорее всего просто. Ладно. Давай ты начнешь с тех рядов. Славя показал на книжный шкаф около бюста Ленина. Хорошо. А что конкретно делать надо? Просто складывай все книги на пол. Мы их протрем, потом назад поставим. Судя по количеству пыли, чтение явно не самое любимое занятие пионеров. А где Женя? Не знаю, ушла куда-то. Вот это похоже, ну, конечно, возможно, на обеде. Логично. Но, с другой стороны, ты вот вспоминаешь, вот... А, ну, возможно, это дальше будет, но периодически, на протяжении, ну... На протяжении предыдущих прохождений, мы помним, что электроник втюрился в Женю. Она, конечно, угоняла, но у меня такое ощущение, что Женя вот так ушла к электронику. Блин, не знаю. Ладно. Забить. Странно. Я сказала, что единственные два места, где можно было встретить Женю, это библиотека и столовая. Ну, возможно, она в столовой, может, еще где-то. Я принялся за работу. Столько книг за один... За один раз в руках мне не доводилось держать. Наверное, никогда. К тому же, гораздо привычнее читать с экрана монитора или планшета. Во-первых, за электронные книги мне надо платить, а во-вторых, не все можно найти в печатном виде. Ну как? Спросила Славя, стоявшая за шкафом. Нормально, работаем потихонечку. А ты читала что-нибудь из этого? Из чего? Ну, про коммунизм. Нет, мне больше историческая литература нравится. Приключения еще. И мне. Историческую литературу я не очень любил, но по сравнению с классикой, с голосовой борьбой... Ты не обижайся на Ульянку. Не обижаюсь. Действительно, случившееся слово уже не так больно задевало мое самолюбие. К тому же, до встречи со Славей я успел отмыться от остатков обеда в лесном озере. Она же не со зла все это. Со зла или нет, надо думать, что делаешь. Впрочем, ладно. Я перекладываю десятки книг неизвестных мне авторов. Через минуту я уж забуду, кто они, а о чем они писали, так и не узнаю никогда. Такова судьба многих писателей. Стать безвестным набором букв в толстом переплете на полке библиотеки несуществующего пионерлагеря. Закончил? Да, кажется. И я. Ладно, давай я буду протирать, а ты складывать назад. Так я не помню, в каком они порядке стояли. Ничего, все равно их никто не читает. Кажется, у нее улыбка есть на все случаи жизни. Лишь иногда можно было заметить небольшие различия, оттенки эмоций в ней, радость, веселье и грусть. Но настолько мимолетные, что я не был до конца уверен, что мерещится ли мне все это. В этот раз улыбка показалась мне несколько игривой. Да, наверное. По крайней мере, я бы такое читать точно не стал. Слайя протирала обложки в ладжиных тряпочках и оставил книжки на место. Вместе у нас получилось весьма неплохо. Дело близилось к концу. А с верхних полок почему не снял? Верхних? Я поднял взгляд. Прости, не заметил. Ничего. Сейчас. Стол только принесу. Даже с моим немаленьким ростом было не достать. Я встал на стол и начал снимать с полок книги, передавая их славе. Через некоторое время осталось всего десяток-другой в дальнем конце полки. Показалось, что дотянуться будет несложно. Я всегда предпочитал побольше схватить за раз, чем ходить дважды. И достать так, чем передвигать стул. Это стало роковой ошибкой. Открыл глаза, я понял, что лежу на славе. Ты не... я тебя не... Жива? Я не на шоку испугался. Хоть мне сейчас и семнадцать лет, но упасть со стула на девочку... Жива. Ее лицо было буквально в паре сантиметров от моего. Ничего не сломало? Вроде нет. Из тебя плохой каскадер выйдет. Она засмеялась. Точно. Я смотрел в ее глаза, просто смотрел, не зная, что сказать. А славя то ли не знала, то ли не решила предоставить инициативу мне. Такими темпами может случиться что-то. Ее губы были так близко. У меня появилось вполне естественное желание, но правильно ли это? Я хотел встать, но не мог. Славя же просто лежала молча и смотрела мне в глаза. Вдруг крамуха услышал музыку. Ужин. Угу. Пойдем? Или еще полежим? Она опять улыбнулась, и на этот раз ее улыбка показалась мне хитрой, словно намекающей на что-то. Пойдем. Я не сдвинулся с места. Чтобы пойти, нужно сначала встать. Очевидно. Словно какая-то неведомая сила не давала мне сдвинуться с места. Славя, похоже, поняла, что это и аккуратно выползла из-под меня. Так и будешь лежать? Она рассмеялась. Тут, наконец, я окончательно пришел в себя и встал. Прости. Да ничего. Только мы не закончили. Надо будет потом остальное брать. Да, конечно. Ох, ребяточки, не люблю этот момент, но нужно его все-таки пройти. Да и тем более, вряд ли потом как-то мы с ним пересечемся. Это же последний рут, оригинальный, грубо говоря. Всю дорогу до столовой я молчал. Славя болтала о каких-то повседневных лагерных делах, но так как это было, по сути, монолог, не возникало желания вслушиваться. Ой-ой-ой. Подойдя к столовой, я увидел на крыльце Ольгу Дмитриевну. Ничего не хотите мне сказать, молодой человек? Тут я вспомнил, что кое-что забыл. Нет. Как уборка прошла? Хорошо. А мне Олена сказала, что не очень. Так это она виновата. Я что тебе сказала? Чтобы вы вместе убрались. А ты? Я не знал, что отойти, потому что в глубине души понимал, что она права. Не ругайте его. Семен мне помог в библиотеке. Правда? Правда. Это, конечно, замечательно, но... В общем, остаешься без ужина. Почему? Запротестовал я. Правда, протест мой больше походил на требования добавки в тюремный столовой. Дерзко, опасно, но глупо и бесполезно. В следующий раз будешь знать, что будет с теми, кто меня не слушается. В тот момент Ольга Дмитриевна представлялась мне не вожатой пионерлагеря, а командующей древнеримскими легионерами. Блин, да, вот Семен проводит такую аналогию, чтобы можно представить Ольгу Дмитриевну в доспехах, там, центуриона какого-нибудь. Хотя это больше, наверное, амазонка и пленник. Ну, пленный мужчина, не знаю, что-то в том духе. Извините, Рибли. Я просто не знал, что ей возразить. Простите его. Под мою ответственность. Вожатая задумалась. Ладно уж. Спасибо. Спасибо. Мы быстро вошли в столовую. Вот так девочкам сяду. Мы с ними договорились. Не скучай. Она улыбнулась и помахала мне рукой. Действительно, что бы я без нее делал? Летом сословию свободных мест не нашлось. Да ее подружек я не знал. Похоже, мне предстояло ужинать с электроником и шуриком. Сесть все равно было больше негде. Приветствую господа. Когда я общался с ними, у меня то и дело возникало желание подколоть или просто сказать что-нибудь забавное и смешное. Два-четыре минуты. Может быть, в моем положении вести себя так несколько рискованно, но братья электроники служили у меня источником позитива. Так, я сейчас, минуточку, минуточку. Ну, более-менее. Двадцать пять. Как ваши дела? Неплохо. А твои? С переменным успехом. Что-то случилось? Да ну-ка, все случилось. Расскажешь? Как-нибудь в другой раз. Как хочешь. Он развал руками. После ужинатанца электроник хихикнул. Я в курсе. Кого хотел бы пригласить? Не думал еще об этом. А ты? Я, ну, я... Ну да, мы же знаем, ребят. Кого он хотел бы пригласить? Кажется, он не ожидал такого вопроса. Да не, ожидал, просто стесняется. Ульянку? Она обрадуется. Ну уж нет. Электроник неистово замахал руками. А ты, Шерик, пригласи Алису. Я, пожалуй, воздержусь. Он угли успокойнее своего товарища. Да ладно, ребят, весело будет. И вообще, у нас еще дела. Нам нужно робота доделывать. Отличная идея. Пригласите робота, он у нас умеет танцевать? Он еще даже не ходит. Шерик, кажется, не понял прикола. А что, будет прекрасная демонстрация наших достижений перед всем лагерем. И что мы им покажем? Вот, кстати, я тут задумался, ребят, вот, еще в начале, когда, вот, и, возможно, я задавал уже этот вопрос в каком-то прохождении. Типа, они делают робота. Всю смену. И они этого робота в лагере оставляют или с собой забирают? И зачем им робот? Ну, не знаю. И тем более робот Нека. Ну, конечно, по поводу момента, зачем у робота девушка, это понятно, потому что у них, ну, типа, нету девушки. Ну, вот, чтобы девушка Нека, это странно. Возможно, они как-то связаны с Ювау. И что мы им покажем? Тот и прав. Они оба расстроенно уткнулись в тарелки. Ух. Ужин закончился. Пионеры начали расходиться. А вы как на бал оденетесь? Спросила Шурика Электроника. А нам особо нечего. Так и пойдем. Он показал на свою пионерскую форму. Кажется, их совсем не волнует внешний вид. Что же я тогда беспокоюсь? В зиме одежде все равно идти не вариант. Так что пойду как есть. И во сколько начало? После девяти. Ясно. Я вышел из столовой полной грудью, вздохнул свежий вечерний воздух. Мне сразу вспомнились те редкие дискотеки, на которых приходил бывать ее еще в школе. Ну да. Мне в школе тоже эти дискотеки проводили. И даже когда вот в старший класс, вот у нас там произошло объединение школ, типа я, меня перевели в другую школу, в связи с этим. И я там один раз где-то, а, в десятом или одиннадцатом классе, короче, я пришел на одну такую дискотеку, типа, посмотреть как там, ну, просто я понял, что мне там неудобно, тупо. Типа, я не умею отдыхать в обществе, ну, вот, типа, вот, как-то, типа, веселиться там, дрыгать ногами под забытые, там, или незнакомые шлягеры, как говорил Семен. Ну, как-то так. То есть, и... Не знаю. Ушел оттуда и такой грустный. Что-то, грусть какая-то была вообще не понимаю. Ладно. Неуверенность, стеснение и даже страх. Ну, да, есть такое. Я не умел танцевать, не знал, как правильно реагировать, если пригласят меня. Сам кого-то приглашать не осмелился. Ну, да, тоже понимаю. В общем, чувствую себя как крайне неуютно. Согласен. Тем неприятнее было мне смотреть на чужое веселье. Нет, это не зависть. Скорее, удивление от того, что люди могут получать удовольствие от чего-то совершенно мне непонятного. Я прикинул, что до начала дискотеки еще по редкому времени я решил немного поспать, чтобы вечером быть свежим. Зайдя в домик вожата, я моментально плюхнулся на кровати, закрыл глаза. Как ни странно, я проснулся в вору, даже без будильника. Слушайте, ребята, я что-то тут подумал. И вот что-то вот подумал вот по поводу всех вот этих вот концовок. По поводу вот Слави, Ульяны, Лены, Алисы. Я вот задумался, вот это какая-то, наверное, полная фигня, какая-то глупость, что типа из-за того, что Семен сказал там что-то не то, из-за этого меняется концовка. Ну, с одной стороны, это может быть как-то повлиять, но просто ситуации, они схожи абсолютно, абсолютно, то есть один в один. Разница только в какой-то там развязке. Блин, короче, не знаю, бредить опять начинаю. Ну, конечно, вечером, ну, почти чтеночку уже снимаю. Что поделаешь. Да на часах было ровно девять вечера. Такое со мной случалось редко. Впрочем, чувствовала себя помятым. Наверное, все же не стоило спать днем. Ну, а если бы не спал, то чем ты занимался? Похоже, придется идти. Через пару минут ты уже стоял на площади. Около памятника установили колонки, что-то вроде диджейского пульта. А на деревьях развесили гирлянды. Такая типичная колхозная дискотека. Ой, блин. Не знаю, почему, но, блин, у меня колхозная дискотека, это вообще совсем другое. Типа в Холливуд там диджейский пульт устроили, гирлянды подависили там. Ой. Пионеров собралось достаточно довольно много, но никого из знакомых я не заметил. Поэтому сел на лавочку и принялся ждать. В конце концов, не обязательно не танцевать. Может быть, не удастся просто посидеть и мило пообщаться с кем-нибудь. Чё грустишь? Ульяна. А что предложишь? Пойдем танцевать. Чё-то у Ленка такая. Вот она в таком вечернем платьице, она молодец не школьница и предлагает 17-летнему пацану пойти с ней танцевать. Это как-то со стороны выглядит странно. Рано еще. Даже музыкой не играет. Какой ты скучный. Да, для такого мероприятия я точно не самый веселый. Она убежала. А у Ленка таки надеял, что-то нападу в вечернего платья. Забавно. Привет. Славя. Привет. Она присела рядом. Как тебе вечер? В нормальном. Что-то такой грустный. Да ничего. Ладно, потанцуешь, развеселишься. Наверное. Не забудь один танец и для меня оставить. Она смелость побежала к музыкальной аппаратуре. Ситуация, похоже, накалялась. Просто сидеться не получится. Я вот, конечно, каждый раз, когда у нас начинается вот это вот типа с дискотекой, я совсем забываю, что Алиса же репетирует там одна денеженькая. Если честно, я сейчас вот об этом вспомнил и... Не знаю. Ну, с одной стороны, понимаю, типа ей чужды вот вся вот эта вот меланхо... Меланхоу... То есть вот эта вот всякая бальная там какая-то классика тихая. Все вот эти вот розовые сопли. Там ей больше там метал, рок, что-то в этом духе. Ну, не знаю. Просто реально как-то, ну, грустно осознавать, что типа Алиса там одна. Хотя, с другой стороны, если бы я проходил бы этот рут, то есть, ну, как бы... Ну, с другой стороны, понимаешь, она такая наглая хамка, там все вот это вот. Ну, и так ей надо. Ну, короче, как-то... Спорный момент с Алисой. Ситуация, похоже, накалялась. Просто отсидеться не получится. Привет. Ко мне подошла Лена. Ой, привет, и ты тут. Хотя, чего удивительного? Да. Ясно. Зажарь сегодняшний вечер. Острота прозвучала неумело. Ленка покраснела и опустила глаза. Ладно, может и правда не стоит, а то сгорим тут. Ладно, тогда я. Ага. Она ушла. Похоже, уже весь лагерь собрался на площади. Пионеры стали большими группами, о чем-то разговаривали, шутили и смеялись. Возле диджейского пульта Ленка громко спорила с Ольгой Дмитриевной насчет музыкального реператуара на сегодняшний день. Вечер. Ну, да, походу, все-таки в конце концов Ольга Дмитриевна, наверное, там настояла на какой-нибудь там сопливой классике с розовыми соплями. Типа на подобие там бала какого-то, то есть бальной музыки, что-то там духе. Типа такой милый. А она хотела какую-нибудь там попсун, не знаю, джаз или рок-н-ролл. Что-то я вот сейчас вот сказал рок-н-ролл и вспомнил группу Браво, песня Вася. Типа сейчас как там. Спросите у любого на Тверском бульваре. Просто я там вспомнил одну модификацию там про гопника, который попал в Савенок. У него там друг Василий. Он там выглядит как какой-то сталкер, не знаю. Вот не знаю, буду проходить, не буду. Ну, с одной стороны, конечно, прикольно посмотреть на гоп-версию Алисы, на какую-то там еще версию Слави, ну, точнее, год-версию Слави. С другой стороны, какая-то трошанина типа там с мутюками, вот всем вот этим, вот, ой, не знаю. И вот момент настал. Пластинка закрутилась. Что это было за группу песни, я не знал, но термин классика советской эстрады, на мой взгляд, подходил для них как нельзя лучше. Пионеры и пионерки некоторое время просто стояли словно не слыша музыки. Всегда трудно сделать первый шаг. Вообще-то я вспомнил клип группы The Haters танцы, типа там типа все выбирают себе пару, там, и разыходятся там в разные стороны, что-то в тундухе, как волна, ну, как он. Одна Аня Музычинка, Музычинка осталась без пары. Да. Особенно, когда уверен, что кроме тебя никто не собирается. Но Уленка, похоже, не знала этой простой истины. Ну, логично она не знала, она же, она же вообще, наверное, без пары осталась. Ну, да, Семен, это не лучший вариант, просто опять пошлые мыслишки, да что ж такое. А она выбежала на середину площади и закричала «Чего стоим?» и начала нелепо кривляться. Именно кривляться. Другое слово сложно подобрать. Это выглядело настолько глупо и забавно, что я не выдержался и засмеялся. Она заметила «Эй, Семен!» Я сделал вид, что не слышу. «Не притворяйся! Иди сюда!» Я продолжил ее игнорировать. Пионеры потихоньку поняли, что от них требуется и на этом празднике жизни пустились в пляс. С моей точки зрения это выглядело в высшей степени глупо. Трясти руками и ногами под давно забытые шлягеры увольте! Вот насчет трясти ногами и руками под забытые шлягеры я там вспомнил какой-то иностранный клип типа «Динг-дон-дри-ми-дон» как-то или как там. Короче, там мужик вот стоит вот, расставив ноги и руки в стороны и вот это вот напевает и у него там голова с руками и ногами отлетает там что-то как-то трешение начинается. Конечно, танцевать я не умел но это танцем назвать сложно. Семен, чего сидишь? Потанцевать не хочешь? Я был так увлечен своими мыслями, что не заметил славя. Да что-то не хочется. Ну, блин, я не знаю. Ну, я понимаю, что это новелла, все вот это вот, но мне даже вот завидно Семену, что типа его там девушка ему девушка там ну, как-то, ну, более-менее знакомая предлагает ему потанцевать. А я на дискотеке был там даже вот сидел в стороне типа пытался с кем-то завести разговор, но что-то фигово получалось. Даже ушел, уходил из дискотеки вообще в дурном настроении. Явно видно, что типа ну, не мое это. Да что-то не хочется. Точно? Она улыбнулась. Попозже, может быть. Черт, что я вообще здесь делаю? Славя вернулась к танцующим. Я посидел еще некоторое время и тогда уверился, что на меня никто не обращает никакого внимания. Осторожно улизнул. Конечно, после столь неуспешных для меня танцев не было желания никого видеть. А самое безлюдное место это автобусная остановка, на которую уже никогда не придет родной 410-й маршрут. Но я только приглушенно вскрикнул. Перед до мной стоял автобус. Точно такой же, как и в первый день. я засол ступаля. Как? Что? Как? Почему? Мгновенно всплыли все теории о попадании в этот мир. Тут же как ножом резанула мысль. Все эти несколько дней слишком привык к местной жизни и уже стал забывать все, что здесь происходит. Ой, как я далеко от нормального. Несколько минут я просто стоял и смотрел на проклятый карус. А затем пару раз похлопался по щекам, чтобы убедиться, что это не мираж. Но автобус никуда не исчезал. Раз он здесь, то мне пора домой. Сайонара, пионеры. Бросился к двери. Очнулся я на земле. Сильно болел нос. Я встал и попытался вновь понять, что же произошло. Видимо, что-то врезался. На ощупь автобус более чем реальным. Я пытался просунуть руку в дверь, но там словно стояла невидимая преграда. Тут у меня обувел практически животный страх. Страх всего лагеря его обитателей этого автобуса. 40 минут. 40 минут. Как я вообще сюда попал? Что это за чертов икарус, который не войти? Почему все это происходит именно со мной? Вдруг подал настолько сильный ветер, что показалось мне собьет с ног. Я отвернулся, увидел под колесом автобуса маленький клочок бумаги. Там было написано несколько слов. Ты здесь не просто так. Прикольно такое. Ты здесь не просто так. Корявый почерк казался знакомым. Я точно его где-то видел. И тут меня осенило. Я поднял земле небольшой уголек и накорябал на обратной стороне эту же фразу. Почерки оказались идентичными. В голове в голове прояснилось. Я послал себе записку из будущего. Точно? Нет. Или из прошлого? Черт, все равно не понимаю. Но как бы там ни было, почерк явно мой. Конечно, поделать его небольшая проблема, но я был полностью уверен, что эту записку написал я сам. Покрутив листок в руках, я решил еще раз попробовать зайти в автобус. Но невидимый барьер по-прежнему не пускал меня внутрь. Я обошел Икару со всех сторон, постучал по колесам, заглянул внутрь через окно. Все казалось абсолютно нормальным, но таковым не являлось. Весь ястый камень с глухим стуком отскочил от стекла и не нанеся видимых повреждений. Никакого эффекта, даже царапинки. Я присел на бордюре и бессильно вздохнул. Если вдуматься, то листок не намекал на что-то. А еще казалось, что вся эта ситуация не таит себе смертельной угрозы. Семен! Похоже, мне ищут вожата. Интересно, что она теперь ответит на вопрос об автобусе? Опять зарядит, что его не будет пару дней? Я вскочил и побежал на голос Ольги Дмитриевны. А вы на это что скажете? Победоносно выпалил я, показывав рукой в сторону дороги. Ну а что? Удивленно ответила вожатая. Я обернулся. Автобус исчез. Исчез так же внезапно, как и появился. Победный клич застрял в горле. Ладно, уже спать пора, пойдем. Но на... Что? Автобус! Тут был автобус! Секунду назад ты еще тут стоял. Автобуса здесь быть не могло, спокойно сказала она. Я внимательно взглядела в лицо Ольги Дмитриевны, либо вожатая так искусно врет, либо действительно ничего не видела. А вдруг мне вообще все предпочудилось? Нет, не может такого быть! Я точно видел, точно видел этот чертов четыреста десятый! Не врите! Тихо, не врите, сказал я. Семен, я тебя не понимаю. Не врите! Был здесь автобус! Все это вы! Вы меня здесь держите! Зачем? Я скрипел зубами на старом говорит спокойным стоном, не срываясь на крик. Ты меня пугаешь! Пойдем уже спать! Похоже от него ничего не добьешься, как обычным. Я действительно хотелось ужасно. Если честно, даже Ольгу Дмитриевну жалко в такой ситуации. И было такое ощущение, что она готова расплакаться. Я просто одну модификацию выцепил сегодня, смотрел по поводу Ольги Дмитриевны, что Семена во всякие неприятности вталкивают. Она вроде как злится на его, но потом в последний момент срывается на плач. У меня такое же ощущение, что типа он на нее орет, она плакать готова уже. А ведь спать действительно хотелось ужасно. Я быстрым шагами прошел мимо вожата демонстративно не обращая на нее внимания. Ночью сон долго не шел. И только мятый листок бумаги с надписью «Ты здесь не просто так напоминал, что произошедшее со мной за эти три дня реально». Ну что ж ребят думаю на этом мне все. Сейчас мы только минуточку. День четвертый. Меня разбудил адский треск в голове. Ладно ребята думаю на этом мне все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи всем пока. Конец связи.